Кардиостимуляторы именно к этим приборам обращаются врачи всего мира, когда нарушения сердечного ритма угрожают жизни человека. Будут ли пациенты получать их бесплатно, выяснили члены комитета законодательного собрания области. Я понимаю, что нет жалобы, потому что вот операция такая. Вот были жалобы, были с черпой, возвратили всем желающим. Отголоски обыска в департаменте здравоохранения слышны до сих пор. В законодательном собрании продолжаются горячие споры вокруг проблемы с кардиостимуляторами. Почему они почти не закупались, а пациенты ждали операции месяцами? Дмитрий Матвеев поясняет, что закупка устройств финансируется из областного и федерального бюджетов. И дефицит приборов в этом году был связан с тем, что федеральные деньги пришли поздно. Средства на оказание высоких логичной медицинской помощи, в том числе установку кардиостимуляторов, были, есть и всегда будут. Более того, все учреждения готовы за пределами Кировской области также оказывать эту медицинскую помощь. Недавно было закуплено более 400 кардиостимуляторов. Также областная больница приобрела 50 приборов для оказания экстренной помощи. Это значит, что устройства по-прежнему будут бесплатно устанавливать всем больным. Также установка отдельных кардиостимуляторов будет оплачиваться за счет средств обязательного медицинского страхования. Главное не попасться на удочку к мошенникам, которые берут взятки за их установку. И не верить тому, что они могут предложить вам более качественное устройство. Говорят, что отечественное гораздо хуже, чем импортное. И предлагают им купить импортное, потому что сегодня в наличии нет импортных, а есть только отечественное. А если вам поставят отечественное, мы вам гарантии никакие не даем. Областная больница закупает много видов разных стимуляторов. И российские, и импортные, и ставят тот, который подходит в каждой конкретной клинической ситуации. То есть никаких ограничений нет. Сегодня осуществляется строгий контроль за изделиями медицинского назначения. А на сайте Росздравнадзора есть реестр зарегистрированных медицинских изделий. Поэтому говорить о том, что закупаются какие-то сомнительные кардиостимуляторы, это абсолютно неправильно. То есть это зарегистрированный, прошедший процесс именно государственной регистрации. На комитете по социальным вопросам вынесли вердикт. Недобросовестность и взятки проблемы целой системы. Поэтому нужна помощь общества. Если с вас требуют деньги, сразу же обращайтесь в департамент здравоохранения. А если подозреваете, что товар некачественный, сообщайте в Росздравнадзор. Напомним, что больным, которые не промолчали о взяточниках, вернули деньги за купленные кардиостимуляторы. Милана Поварницына, Сергей Щекин, Вести, Кировская область.